Муниципальные аптеки Муниципальные аптеки В сенсорной комнате детского сада номер 9 даже мэр не прочь отдохнуть, хотя и предназначается комната для непослушных детей. Если раньше ставили в угол, то теперь успокаивают шумом дождя и пением птиц. Ему нужно снять агрессию, он не знает как вылить эту агрессию, идут конфликты. Чтобы этого не происходило, берут ребенка индивидуально на работу или под группы, приводят сюда и работают с ребенком. Через какое-то время возвращают в коллектив и он уже достаточно комфортабельно себя чувствует, адекватно реагирует на других детей. Но и кроме этого, открытому сегодня в Кировском районе детскому саду есть чем похвастать. Хореографические и музыкальные залы, песочная студия, уголок дорожной безопасности и даже своя лаборатория. То есть сейчас мы принимаем детские сады, перерезаем, как говорят, ленточку только тогда, когда готово все, в том числе все разрешительные документы. То есть это третий детский сад с образцово-показательным запуском. Здесь все подписано, все готово. Электроэнергия, тепло, все штатно. Арину с трудом уговорили уйти из физкультурной комнаты. И теперь она готова хоть до вечера позировать перед камерой, лишь бы не забирали из комнаты отдыха. Ой, очень понравилось до сих пор под впечатлением. Ну вот группа вообще здоровая. Не знаю, наша это будет не наша, одинаковая, не одинаковая, но это вообще клевая группа. Вот три года ждали очереди, да. Вот счастливый день достал. Можно сказать, счастливые обладатели, почти новые квартиры. В городе до конца года откроют еще 12 детских садов. Теоретически в ближайшее время очереди должны исчезнуть. Ну вот наша задача первостепенная – это завершить этот год, начать работу всех детских садов, регулировать очередность, которая должна быть и прозрачной, и понятной. Детвору в этом возрасте мало волнуют экономические кризисы и сложные процедуры оформления документов. Для них важно общение. И чтобы играть не мешали. Уйди, уйди. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Муниципальные аптеки стремятся к доступности. В большей части из них уже есть пандусы и кнопки вызова помощи. В течение года оборудуют оставшиеся и исправят недочеты – высокие пороги и слишком тяжелые двери. В одной из аптек решили проблему кардинально – установили автоматический пандус. Тему продолжит Анастасия Ваганова. Пандус есть, а подняться на коляске по нему невозможно. Уклон слишком крутой. Случай распространенный. Это называют доступной средой де-юре. Де-факто, действительно, вот эти все мелочи, связанные с недостаточным углом наклона, который позволил бы более комфортно. Эти двери, которые в муниципальных аптеках, зачастую еще из тех времен, они сделаны массивные. Соответственно, у нас много памятников, архитектура, которая не позволяет их изменить и прочее. Доступность часто заканчивается у слишком высокого порога или неправильно установленной урны. Начальник департамента социальной политики Ольга Незамаева все эти мелочи замечает, потому что на собственном опыте проверила то, что делают для маломобильных людей в городе. После экспериментальной прогулки в инвалидном кресле человека с ограниченными возможностями понять проще. Это было очень полезно, потому что, на самом деле, оказавшись в этом кресле, ты реально понимаешь, какие усилия тебе нужно предпринять для того, чтобы проехать просто по центральной, по самой центральной улице города, которая считается более-менее приспособленной. Сейчас город действительно становится доступнее для инвалидов. В большинстве новых торговых и бизнес-центрах, даже в ЗАГСах, есть пандусы и кнопки вызова помощи. Пожалуй, самыми удобными можно назвать муниципальные аптеки. Пространство довольно-таки приспособлено к посетителям с ограниченными возможностями. Это широкие проходы, это возможность передвижения гондолы, это наличие сигнала для того, чтобы была возможность помочь посетителю попасть в аптеку. В тех зданиях, где нет возможности установить обычный пандус, руководство сети муниципальных аптек решило сделать автоматический. Здесь будет кнопка вызова фармацевта. Устройство будет поднимать человека с ограниченными возможностями на крыльцо, откуда он сможет самостоятельно попасть в аптеку. Чтобы учесть все нюансы построения доступной среды, департамент соцполитики создает рабочую группу. В нее войдут и люди с ограниченными возможностями, ведь лучше них о доступности и комфорте судить никто не может. Анастасия Ваганова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Инвестиционная политика мэрии изменилась. Теперь больше финансово поддерживать будут производства, создающие новые рабочие места. При этом компании должны выплачивать достойную заработную плату. Это основные критерии при отборе предприятий, которые претендуют на дотации. Если говорить простым языком, то самое главное, чтобы создавать новые производства, чтобы создавать новые рабочие места и чтобы эти новые рабочие места были максимально более оплачиваемы. Для того, чтобы в конечном итоге налоговая доходная база бюджета города пополнялась. В этом году из городского бюджета на поддержку предприятий запланировано выделить 53 миллиона рублей. Меньшая часть средств, почти 15 миллионов, пойдет на развитие высокотехнологичных производств. Прежде всего, именно это направление было приоритетным. Но развитие таких предприятий может негативно влиять на кадровую политику. В инновационном производстве с высокотехнологичным оборудованием, как правило, снижается роль человека. Это может привести к сокращению кадров, а соответственно и к снижению налоговых поступлений в бюджет. Больше 300 жителей региона могут стать банкротами. По данным Федеральной налоговой службы, у этих физических лиц просроченная задолженность по налогам более полумиллиона рублей. Закон о банкротстве физлиц действует уже 4 недели. Практики по делам еще недостаточно. Обсудить тонкости законодательства за круглым столом собрались представители налоговой службы, арбитражного суда и Росреестра. Почти месяц как в стране действует закон о банкротстве физических лиц. В Новосибирске заявлений в арбитражный суд поступило много. Вопросов еще больше. Ведь на банкротство рассчитывают не только те, кто взял кредит. К примеру, задолженность по налогам в регионе больше 2 миллиардов рублей. Инициировать банкротство могут и представители налоговой службы. Бездумного направления заявления в суд не будет. Мы будем прилагать неимоверные усилия для того, чтобы мотивировать должника к решению своих финансовых проблем. В Новосибирске суд удовлетворил первый иск о банкротстве физического лица. Женщина задолжала банкам более 700 тысяч рублей. Как поясняют судьи, право инициировать собственное банкротство есть и у тех, кто должником официально еще не признан. Когда должник подает заявление в предчувствие банкротства, право у него возникает независимо от размера задолженности. Вышел из банка, ему что-то зря. И пошел в суд. Добросовестность каждого банкрота, имущество и сделки должника проверяют арбитражные управляющие. Их работу оценивают 10 тысяч рублей плюс 2% от суммы возвращенных долгов. Такой гонорар сами управляющие считают заниженным. Ведь за любое нарушение – штраф. 42 штрафа наложено на арбитражных управляющих на общую сумму 1 миллион 162 тысяч рублей. По минимуму, как правило, назначает арбитражный суд, минимальный размер у нас 25 тысяч рублей. Значит, все это ведет к тому, чтобы меньше нарушали, чтобы думали, боялись. В закон о банкротстве все еще вносят изменения. Возникают новые вопросы, разъяснения. В частности, потенциальный банкрот может отказаться от реструктуризации долгов. Тогда суд будет решать только судьбу имущества. Вероника Иванова, Елена Богатырева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Пожар в тоннеле метро, задымление – целый вагон пострадавших. По такой легенде, минувшей ночью провели учения спасательные службы города, области и регионального подразделения МЧС. Задача учения – отработать процесс оповещения аварийно-спасательных формирований, а также отточить навык слаженной работы не только самих спасательных подразделений, но и сотрудников метрополитена. В ходе учений на площади Гарина Михайловского был развернут оперативный штаб, привезено 20 единиц спецтехники. На платформу подземки спустились около сотни людей в боевой спецодежде и снаряжении. Активное участие в операции приняли и муниципальные спасатели. В муниципальной службе при тренировках на метро стандартно выделяется зона от платформы до кассового зала. То есть мы занимаемся переносом эвакуации пострадавших на этом этапе. Либо, если кого-то не хватает, то дальше уже на улицу, на площадку сортировки. 76 семей получили адресную помощь. К наступающим холодам городские власти помогают жителям частного сектора отремонтировать аварийные дома, печи и электропроводку. Еженедельно сотрудники МЧС и социальных служб находят проблемные дома. В рейд по Дзержинскому району отправилась и наша съемочная группа. Совсем недавно в этом доме в 6-м Калужском переулке жила многодетная семья. Сейчас дом брошен и даже соседи обходят его стороной. За сухой фразой – неосторожное обращение с огнем, трагически оборвавшаяся судьба троих человек, двое из которых – дети. Засыпанные снегом игрушки до сих пор напоминают о времени, когда здесь жили счастливо. С начала года в городе случилось более тысячи пожаров. Большая часть из них произошла в частном секторе. Дома, отапливаемые печами, всегда в зоне риска. Объединив усилия нескольких городских служб, специалисты помогают подготовиться к зиме жителям частного сектора. Уже надежно не закрывает, вот она щель. В доме Берейкиных две печки. За 18 лет ремонт печей не делали ни разу. Некому, да и не на что. В очень плохом, потому что денег не хватает, неполная семья. Дочка у меня учится сейчас платно, и денег не хватает на то, чтобы отремонтировать. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, необходимо обратиться в районную администрацию. Таким социально незащищенным людям власти Новосибирска помогают отремонтировать старые печи. Уже 29 семей из Дзержинского района смогли получить субсидии. В общей сложности на такую поддержку из бюджета потратили более 1 миллиона рублей. На ремонт еще есть время, ведь зимовать со старыми печами просто опасно. Зимой люди топят печь 2-3 раза в сутки. Происходит перегрев в системе в трубах, в печном отоплении. И появляются трещины, из которых вылетают искры, и может произойти пожар. Напоминают специалисты и правила пожарной безопасности. Гасить огонь перед сном, не оставлять детей без присмотра. Чистить топку от гари и сажи. Если печь требует ремонта, доверить это можно лишь лицензированным специалистам. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. В городе проходят тренинги для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности их развития заставляют родители осваивать мир вместе с детьми по-новому. Научить готовы специалисты Центра реабилитации Олеся. Если у ребенка расстройство аутистического спектра, родители не могут, не знают, как правильно. Если это дети безречевые, а речевой патологии сейчас более 90% у наших деток, то, представляете, родители не понимают ребенка во многих ситуациях. Большинство бытовых ситуаций схожи во всех семьях. На таких площадках родители могут пообщаться и обменяться опытом, обсудить успешность применяемых методик. В год Центр проводит до шести таких тренингов. Темы занятий задают проблемы, с которыми сталкиваются родители. Тренинги организуют с учетом пожеланий семей. В администрации Дзержинского района подвели итоги работ местных ТОСов. Конференция эта традиционная, проходит уже в 15-й раз. На ней представители разных территориальных самоуправлений искали решения насущных проблем и делились опытом, как привлечь еще больше людей активно участвовать в жизни города. Вообще это здорово, когда люди проявляют инициативу не только благоустройства дворов, они и занимаются и военно-патриотическим воспитанием, они и в школы ходят, они проводят спортивные праздники. То есть очень много-очень много мероприятий, которые проводятся вместе с ТОС. И это объединяет людей. А когда мы объединены, тогда мы можем мешать любые проблемы. В этом году в Дзержинском районе особо отличился ТОС «Золотая горка». Много акций было посвящено юбилею Великой Победы. Активисты посадили ель Победы и яблоневый сад в честь воинов, погибших на полях сражений. На проспекте Дзержинского была сделана детская площадка. У самоуправленцев грандиозные планы – строительство детских, спортивных площадок, проведение различных акций и благоустройство города. А молодежному жилищному комплексу исполнилось 30 лет. Летом 1986 года была забита первая свая, а спустя полтора года уже сдан дом на 400 квартир. МЖК 1984 года, 1985 года – это энтузиасты, бойцы, которые хотели строить, которые участвовали в субботниках, соревновались, создавали социальную жизнь. Они еще не имели жилья. Для них МЖК – это было будущее. Они были его зачинателями, строителями. Юбилей МЖК отмечали в местной школе. Жителей на праздники было немало. Пришли в основном энтузиасты, которые 30 лет назад и выступали за строительство нового массива. Всего в молодежном жилом комплексе проживает около 20 тысяч человек. Закончилось празднование юбилея воспоминаниями у костра. На Сибирском саксофонном фестивале время финальных концертов. Все главные участники уже приехали и готовят свои программы. Например, двукратный обладатель премии Грэмми – джазовый саксофонист Эрни Уоттс. Именно он будет закрывать фестиваль. Станислав Якушевич побывал на первой репетиции саксофониста с музыкантами оркестра Владимира Толкачева. С биг-бендом Эрни Уоттс репетирует пьесы самых известных джазовых саксофонистов. Почти всех, отмечает музыкант, он знал лично – Джон Калтрейн, Сони Роллинс, Оливер Нельсон. Темы этих солистов есть в репертуаре оркестра. Как играть – музыканты решают быстро и без переводчика. После темы… За свою долгую карьеру он сотрудничал не только с джазовыми, но и рок-музыкантами. Мик Джаггер и Роллинг Стоунс – не единственные звезды, на чьих пластинках звучит саксофон Эрни Уоттса. А начинал он еще студентом в оркестре великого Бадди Рича. О том периоде он до сих пор вспоминает с теплотой. Да, это, конечно, особое место в сердце. Это был особого дара музыкант. Репетиция идет быстро. Владимир Толкачев обсуждает с Эрни Уоттсом только то, что касается импровизации маэстро. Лично я бы, например, предпочел, чтобы саксофон звучал в некоторых местах более лирично. То есть при том же уровне экспрессии, скажем, который у него. Например, тема… Вот я не знаю, как сейчас будет тема играться. Там очень лиричная баллада будет. Ну, посмотрим. Но вот пока мне не хватает вот этого. Программа «Гуру джаза» завершает обширную и разнообразную программу Сибирского фестиваля саксофона. После череды мировых премьер, классических и авангардных сочинений, публика, наконец, услышит саксофон в жанре, который заслуженно принес этому инструменту мировую славу. Станислав Икушевич, Роман Семенов, Новосибирские новости. Но следить за последними событиями поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Коллеги из интернет-редакции расскажут о штормовом предупреждении. На выходных вся информация на нашем сайте. И на этом пока все. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин